Сергей, 53 года. В каждую из своих десяти жён был влюблён до беспамятства и каждую оставлял ради новой любви. Сергей – хозяин позии фермы. У него стадо из трёх тысяч голов. Он мечтает о сыновьях, которые смогут продолжить его дело. Лариса покорила Сергея не только красотой, но и добрым отношением к животным. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Доброго вашего дома, здоровья, обитателя. О, боже мой. Ларис, здравствуй, любовь моя. Пусть это будут самые маленькие цветы, которые упали к твоим ногам. Держи. В детстве была столько времени и целовалась с кем. Ну, где-то вообще блудила все это время. Ну, иди сюда. Ой, 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 ой. Я же не хочу, чтобы я не смотрела, потому что я живу Тариса. Пожалуйста, спасибо, проходите. О, спасибо, дорогой. Проносите, да, 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 да. О, как красиво мне, вроде. Да. Мне кажется, мне кожа носит. Сергей, вы были женаты 10 раз? Ну, понимаете, как я увидел женщину, ах, и женился. Как только женился, появились дети. То есть я ни разу не женился просто так для развлечения, для приключения. То есть я женился для того, чтобы поражать и воспитывать детей. И сколько детей? Ну, 33 мальчика не считая девочек. Четыре раза по ЗАГСу две девочки и два мальчика. Четверо внуков, восемь теперь уже. Вот. И все это мои дети. Всех я их очень люблю. Люблю своих жен. Всех женщин, которые мне когда-то были знакомы, я их очень всех люблю. Молодец! Это ужасно вообще. Колхоз такой. Вот эти розы были, да? Никакой романтика. Ну, где романтика? Понимаешь, он подошел вот так вот, на тебе веник, да? Вот, грубо говоря, иди подметай. Вот это ее судьба будет, понимаешь? Давайте про 33 ребенка. А, детей я делал всего 100 дней. Вот. Значит, день спишь, день делаешь детей. День спишь, день делаешь детей. Отдыхал на глубине 63 метра. Отдыхаешь хуанги, падаешь и там спишь. Как кислород кончится, всплыл, покушал фруктов, пришла женщина, сделал ребенка. Да, она как бы изящная, она тигрица, да? А здесь будет вот так, чуть ничего в глаз, на, все. Однозначно. Скажите, вот у вас, видимо, комфортабельная ферма для коз. Да, у меня самая крутая ферма. А скажите, а куда вы приведете? У меня есть ферма в Париже, ферма в Лос-Анджелесе, ферма в Нью-Йорке, ферма в Новозеландии. Замечательно. А куда вы Ларису приведете? Где она будет жить? Ну, милая моя, милая брая шалаше. В Авраг. Я построил в Авраге только 4 сарая за 10 лет. По старости лет понял, что я больше всего на свете люблю забивать гвозди, слушать, пить молоко одновременно. Каждый день я выпиваю 5 литров молока. И 5 литров отдаю детям. Дети приходят, на сиську одеваю я такую насадку, даю, и они прямо с трубочки пьют. Понимаете, нет? А сколько у вас? В клубе 4 с половиной тысячи человек, и все они одинокие мамы, у них у всех дети. Я люблю этих детей, этих мам, и хочу их напарить молоко от души. Ты слышишь, что только козы и доярка. Ему доярка нужна, а не, собственно, не Лариса. А теперь просто, простым голосом, историю любви. Самую яркую. Все, по-русски. А то мы вот это не... Моя история... Не, 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 сядьте, сядьте. Это вчера ваша глоток свежего воздуха в морозное утро. Поехал к бабушке, к своей матери, чтобы нарисовать ее портрет. Просто старый бедный художник больной. И вдруг я купил билет и вижу, что я вижу. Слышу песню, не пародию, а настоящую песню Аллы Пигачева. Миллион миллионов, Аллы Кросса за окна видишь ты. Как это, что это, где это, где этот бедный художник набрал миллион роз? И как эта последняя роза осталась жива, когда первые уже сорваны? Где это может быть? Да этого не было никогда, было не было. В этих мыслях я стоял, думал, пока подходила моя электричка. И вдруг вижу, она распущенные волосы, глаза, она идет за какой-то электричкой, видимо, куда-то тоже собралась ехать. Электричка идет совсем в другую сторону, не имеет значения. Я ее увидел, бегу за ней, первый вагон, третий, открываю, не она, не она. Потом раз она, отдал свою сумочку, выдрыхнул, все. Взял помаду, тушеный знак, не нарисовал ее портрет. И что вы думаете, эта женщина опустился перед ней на колени, говорит, Ларис, вот это вот лучшее, что я сделал, сэржин. Она говорит, откуда вы знаете мое имя? У тебя в голову написано, что Лариса так похожа на эту ведущую. И что вы думаете? Я поняла, он рэпер, нет, он читает рэп. Представляете, все птицы, все птицы, все звери, все птицы, все пророщается в слизи. Все превращается в розу, миллион алых роз. Посмотри, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна ведешь ты. Что влюблён, что влюблён, что влюблён. И серьёзно свою жизнь. Вот это, ребята, миллионовых роз. Это прекрасная, интересная. Он родился, короче, в Аминьо, в нашем теле добытка. Это самый лучший козёл в мире. Вот так. Я дарю тебе его. Это мой сюрприз. Миллионовых роз. Иди сюда, не бойся, дорогая. Дядя, потом, потом, потом. Я сдаю, держи. Хорошая козлица. Козлица детей катает. Иди сюда. Иди сюда. Вот и всё. Вот и всё дела, ребят. Погоди, в толкуре такой, говорите. Я жрёю твоей сегодня. Дети, не пейте Козьмого молока, иначе будете вести себя, как дядя. Всё, ребята, спасибо. Пришёл, увидел, победил. Отправляйтесь, спасибо вам большое. Вам спасибо. В эфире «Давай поженишься» у нас в студии Марии. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Всем удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Град Мерси с берегов Волги. Вот с наших приятных берегов вам подгон, Босяцкий. Значит, это на утро. На вечер. А, да. Это на вечер было. А вот это на утро. АПЛОДИСМЕНТЫ Радуйся, Кисть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, ну, молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это они нашли друг друга, чуваки. Бонжур, красавица. Добрый день, добрый вечер. Здорово, пацаны. Санёк, с кем пришёл? АПЛОДИСМЕНТЫ Кореш мой. Его зовут, как тебя назвать, Илюха? Илюха. Илюха, ничего нет-то. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр, 29 лет. Первый парень на районе. Торгует магнитолами и цветным металлом. Мастер уличного граффити. Предупреждает, что никакой девушке не даст свою футболку утром. Мечтает открыть секонд-хенд. Александр 4 года встречался с дочками. Пора. Замуж пора. Я очень долго не хотела замуж. Я просто делала карьеру. Я считала, что... Ну, просто как бы у меня есть два высших образования. Я считала, что нужно самореализоваться, чего-то добиться. А какие образования? Ну, бухучёты, финансы и кредит. А сейчас работаете в бутике, да? Обувь продаёте? Ну, это бизнес такой. Конечно. Красивый бизнес между прочим. Да. Бутиковый бизнес бывает вот разный. Да. У нас в Москве. А про любовь у вас ведь? Ну, вот молодой человек как бы был, предлагал детей, замуж, всё. А вы когда к нему пришли, у него прям целый этаж. Богатый ведь был? У меня было два. Один богатый прям, да. А другой вообще олигарх. Один другого очень богатый. Нет. Один был очень богатый, действительно очень богатый человек. Вот. Он очень меня любил, он был очень хороший. У меня никогда не было, чтобы и богатый, и очень хороший. Нет. Ты вот так это слово сказала очень. Я аж испугалась такого богатства. Он прям богатый, он мне прям всё что угодно готов был для меня делать, и замуж, и он прям... А вы что ли взяли? Просто я его не люблю, я влюбилась в обычного парня. Я приехала как раз на встречу с тем, он меня уговаривал остаться, предлагал замуж. Говорю, ты что с ним, останься со мной, он тоже уже начала. А я сказала, извини, но я как бы вот не люблю, я не могу. А что вы там начали? Ну, мы просто с ним дружили три года, пока я училась, пока работала, мне каждый день звонили. А летом сколько было? Ну, вот много лет, наверное, сорок с чем-то. Это не мой возраст абсолютно. Конечно. Ну, зачем? У меня и так папа пожилой, я и так с ним сижу. А вот он был такой, если вы говорите, такой накачанный, брутальный, да? Он такой, ой, я вам это рассказала, говорю, ты для меня вот полноватый. И он постоянно ходил в фитнес, так интересно, худел. Конечно, ради вас, красавица. Да, хотел бы. А вы, детка, москва. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии «Гоген». Идите, знакомьтесь с первой девушкой. Удачи. Что такое «Гогенчик»? Ему «б***ц». А кого вы привели-то вообще? Что? Гоген, ну что-то что? У тебя психически больной какой-то. Этот человек преследует меня три года, ночует у меня в подъезде. Исписан весь подъезд. Что ты врешь? Исписан весь подъезд надписями. А вы ее сюда приводите. Зачем вы сюда ее привели вообще? Она хотела... Это та Снежана самая, которая... Это вот эта? Да, та самая Снежана. А это молодой человек-то вас первый раз вижу. Зачем ты меня подставляешь-то так? Ты меня мало того жизни, ты еще и сюда приходишь меня преследовать. Молодой человек, успокойтесь, я вас первый раз вижу. Вот вы зачем ее вообще привели сюда-то? Зачем ее привели вообще сюда? Молодой человек, что вы делаете вообще? Молодой человек, успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. А удержать – это профессия. Это вы так розы спародировали? В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Мария. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи! Град Мерси с берегов Волги. Вот с наших приятных берегов вам подгон, Босяцкий. Значит, это на утро. А, да. Это на вечер было. А вот это на утро. Спасибо. Радуйся, кисть. Спасибо. Давай, ем, молодец. Спасибо. Вот это они нашли друг друга, чуваки. Бонжур, красавица. Добрый день, добрый вечер. Здорово, пацаны. Санек, с кем пришел? Кореш мой. Его зовут, как тебя назвать? Илюха? Илюха. Илюха. И чего нет-то? Давайте на вас посмотрим. Александр, 29 лет. Первый парень на районе. Торгует магнитолами и цветным металлом. Мастер уличного граффити. Предупреждает, что никакой девушке не даст свою футболку утром. Мечтает открыть секонд-хенд. Александр 4 года встречался с дочкой местного авторитета. Ради нее увлекся бальными танцами и занялся боксом. Но она все равно ушла от него. Надеется, что Мария будет более постоянной. Знаете, что такое гороскоп? А, это ларек напротив дома. Ну. Походите, покажите. Да. Ну или что-то подвигаетесь. А вы идите к нам, идите сюда. Бося. Дура. Да, Бося. Нет, нет. Да что же вы. Девочки. Помогите. Девочки, девочки, боже мой. Помогите. Убери. Так, что такое, девчонки? Помогите, уберите. Субтитры сделал DimaTorzok